Шалом это новости на первом еврейском. Главное за 7 минут с вами Дмитрий Мирский. Школа террористов официально в Израиле. В Восточном Иерусалиме детей обучают по системе Хамаса. Где в Израиле жить хорошо? Самые дорогие и дешевые регионы страны. Безгласных и заглавных. В Сокольниках начались курсы еврита для всех желающих. По данным портала Вести Коил в Иерусалиме открыты школы Хамаса. Учебные заведения Аль-Иман имеют частный статус и действуют на территории Израиля с разрешения Министерства просвещения и Минюста. Их финансирует Хамас и сотрудничающие с террористической организацией объединения других стран. Кроме двух начальных и двух средних школ в сеть входит несколько детских садов. Возглавляет ее шейх Джамиль Хамами, который известен своими антисионистскими высказываниями. Ранее публиковались иллюстрации из учебников школ газа, в которых израильтяне представлялись как оккупанты, проливающие кровь палестинцев. В Марокко сносят мемориал жертвам Холокоста, который был установлен немецкой организацией Pixel Helper. Мемориал начали строить в прошлом году с целью сближения иудеев и мусульман. В планах авторов было создание крупнейшего в мире мемориального комплекса памяти жертв Холокоста. Всего через неделю после публикации о памятнике в израильских СМИ марокканские власти оперативно приняли решение о сносе конструкций. Формальный повод – незаконность постройки. Pixel Helper написала письмо королю Марокко Мухаммаду VI с просьбой о прекращении демонтажа мемориала. На кладбище Львовской области найдены еврейские надгробия 16 века. Артефакты в городе Бузке обнаружила израильская организация «Еврейская Галичина» и «Буковина» и местные активисты. Поисковым отрядом под руководством историка доктора Ильи Лурия было найдено всего 10 каменных подстаментов, самый старый из которых датируется 1520 годом. В те годы Львовская область находилась на территории Польши и Речи Посполитой. Это было одно из немногих мест, где в Европе евреи чувствовали себя в безопасности до 17 века. Скорее всего, кладбище Бузка было осквернено во время Холокоста. 96% жителей Кварсабы довольны своим городом по результатам опроса Центрального статистического бюро Израиля. На втором месте рейтинга – Тель-Авив. Меньше всего удовлетворены условиями проживания иерусалимцы и жители Бат-Яма. О самых же богатых и бедных районах Святой Земли расскажет Татьяна Ларцова. 12 израильских небоскребов. Жилой квартал-парк Цимирет – самый дорогой на земле обетованный. Он был построен по похожим проектам в Париже и в Лондоне. Цена за квадратный метр – 4210 евро. На втором месте расположился тоже район Тель-Авива – Саал. На третьей строчке рейтинга – элитный спальный район Хайфы – Дения. Здесь практически нет многоэтажек, только вилла и коттеджи. Квартира здесь обойдется как минимум в 500 тысяч долларов. Беднейшие районы Израиля – религиозные. В них, как правило, нет развлекательных заведений, только школы, синагоги. Основная часть улиц в субботу закрыта для транспорта. Возглавляет этот список Рамат-Эль-Ханан в Бнэйбраке. На втором месте Кирьят-Харама и Рамат-Ха-Тнаим в Бэйт-Шемиши. Замыкает этот список один из старейших районов нового города в Ярусалиме – Мэ-Ша-Рим. Купить квартиру дешево можно на севере Израиля. Большим спросом пользуется жилье в Кирьят-Шмона. Двухкомнатная квартира будет стоить 150 тысяч шекелей. А вот в Хайфе в среднем 450-500 тысяч за трехкомнатную квартиру. Четырех- и пятикомнатные квартиры в Израиле – это норма. Редкость – продажа одной двухкомнатной квартиры. Слово «эмэд» переводится с «эврита» как «правда». В нем три буквы. «Алев» – первая в алфавите, «мэм» – посередине, «тав» – последняя. «Правда» – это когда от начала и до конца. Иврит – язык логичный, и учить его не только полезно, но и интересно. Об открытии курсов «эврита» в парке «Сокольники» расскажет Любовь Горчакова. Сегодня мы говорили об истории языка «эврита», перечислили основные периоды его становления. Немножечко поговорили о «эврите» в контексте становления еврейских языков. То есть сегодня был такой в большей степени историко-лингвистический обзор. Ну и кроме того, мы рассмотрели буквки «алфавит» и поговорили об их произношении. За шесть занятий можно выучить алфавит, понять, какие буквы соотносятся с согласовками, научиться различать их в письменном виде и говорить общие фразы. Я думаю, что нужно побольше таких точек делать. Ну, для развития это прикольно. Есть много активностей сейчас в Москве. Там танцы всякие, да, арт-кружки. Но языки тоже надо. Ну, я не знаю, кстати, может быть, есть языки немецкие и остальные популярные. Китайские, может быть, есть. Ну вот. Но я вот за. Вот меня позвал себя, я за. Слушатели разделились на две группы. Те, кто ничего не знает о языке, и те, кто уже учит его самостоятельно. Большинство присутствующих студентов разных специальностей. Многие из них пришли учить «эврит», потому что узнали о своих еврейских корнях и теперь хотят приобщиться к еврейской культуре. Заинтересовалась очень эта культура и своей составляющей. Я чувствую себе иудаизм, возможно, что-то еврейское. Три года подряд Гилель организовывает курсы по изучению «эврита». В этот раз занятия проходят в парке «Сокольники» возле библиотеки «Буква-дом». Каждое воскресенье с 16.00 до 17.30. Вход свободный. За шесть уроков «эврит» вы не выучите. Я узнавала. Но если у вас есть пара свободных воскресеньев, то вы можете провести их с пользой и с удовольствием. Как бы сахарная вата на «эврите». Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Следите за нашими выпусками. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok